Диана Анкудинова. Путь. Реакция. Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Харлиана. Дорогие, смотрим сегодня четвертый выпуск и совершенно опять какой-то другой образ, совершенно другие цвета, красный, черный. Видимо, это будет что-то снова хитовое от Дианы. Ну, по-другому быть просто не может, мы это знаем. Я не перестаю удивляться каждый раз, когда я нахожу это новое видео выступления Дианы. Давайте будем смотреть. Я включаю видео, а вы пока, если еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать самые интересные реакции видео для вокалистов и для всех, кто интересуется вокальным искусством. Мы здесь разбираем, смотрим крутых вокалистов, а также я даю как преподавателю вокала советы по вокалу и полезно как профессионалам, так и любителям. Погнали смотрим! Хотела сразу же сказать, вообще даже не начав слушать, еще опять по какой-то идее самого номера. Смотрите, одна часть сцены в черном, ну, он, конечно, немножко отливает синим цветом, но я думаю, что у них смысл был, что одна сторона черная, другая красная. Красная на черном и черная на красном. Вот, и издалека не очень было понятно, что это за фигура справа от Дианы. Это танцоры, да, парни, которые держат девушку ногами. Господи, как это? Сейчас что-то будет практически, как это называется, акробатическое, наверное, происходить. И по вокалу, то ли я не сразу включила ухо, то ли что-то, я не услышала, что там с первым словом у Дианы случилось. Ну-ка, давайте еще раз переслушаем. Ну-ка. Короче, ребят, да, если бы я была просто реакционером, я бы сказала, вау, какой голос, какой голос, просто нереальный голос. Но я уже много раз, понимаете, что слышала, я уже понимаю окраску, силы и возможности Дианы. Сейчас я хочу немножко, может быть, с критической точки зрения подойти, как преподаватель вокала. Там первая фраза «Одинокая звезда». Я два раза специально послушала. «Одинокая звезда». Не поняла, почему «Одинокая» прозвучала каким-то иным образом. «Одинокая звезда». А вот это потрясающе. Это потрясающе. Увидели Ольгу Кормухину уже. Видимо, именно поэтому ее пригласили, чтобы послушать Диану, как она исполнит эту песню. Вот сейчас следующая фраза мне очень понравилась. Да, тут, возможно, где-то, может быть, это был какой-то технический сбой. Может быть, микрофон не сразу включился. Я не услышала «А» в начале. Вторая фраза уже прозвучала очень-очень убедительно. Дальше. Ну, что-то у меня сегодня какое-то... То ли я слишком обостренно все слышу, то ли что-то произошло. Может быть, это постковидная история. Я сейчас тоже услышала где-то немножко левую ноту в середине. Давайте сейчас, ну-ка. Как бы голос немного качнулся куда-то в сторону или что? Что я за нюансы сегодня такие слышу? Интересно, ну-ка. Что-бы? Слышали? Короче, ладно, прости меня, Диана, но я хочу прямо покопаться сегодня. Ну, гласные, конечно, у нее шикарно звучат. И «у», и все вот гласные у нее достаточно выровненные, да. То есть вот с ее, конечно, таким большим багажом голосовым, да, такой мощью, в какой-то момент очень бывает даже вот сложно справиться, и все равно какие-нибудь вот нюансы вылезают. Опять же, это живой звук. Здесь все очень честно, да, здесь настоящие, настоящие голоса звучат на этом шоу, поэтому тут совершенно никуда ни за что не спрятаться. Вообще, конечно, голос Дианы просто потрясающий. Как мне понравился вот этот голос в конце, вот эта нота на «у». Какой он у нее был сбалансированный, прямо вот такой по-итальянски прямо правильный звук. Такой, знаете, как итальянцы говорят, мецца воча. Вот этот вот звук, который смешанного, смешанный тот самый называемый микс, еще как он красиво у нее прозвучал на «у». Обычно в миксе «у» достаточно сложно звучит, дается, да, звучит, если «у» дается, то красиво, но дается сам по себе, этот звук гласный, достаточно сложно. Как у нее этот прямо мецца воча прозвучал. Очень красиво сейчас нежно идет звук, такой полу... в полголоса, можно так сказать, да. Вот, мецца воча, ребята, запомните этот термин итальянский, да. Это очень сложно, это вот... это прямо грань, знаете, это грань между головным, грудным. Вот это вот такая вот, как бы, в полголоса, но не в том неправильном понимании в полголоса, когда мы просто головным звуком поем, а когда это прямо максимально сбалансированно идет от груди и вместе с головным соединением, да. То есть это прямо филигранная техника. Умничка, прямо очень классная. И даже Ольга Кормухина, да, сейчас увидели ее реакцию. Да, сама основа, конечно, здесь головная у Дианы, но за счет того, что голос сам по себе контральтовый, такой широкий, он все равно, ну, как сказать, звучит очень убедительно, так скажем, вот на этом головном смыкании, да. И вот очень прямо филигранно, классно. Дианочка умница. Божественно. Я просто, знаете, после этого начала и вот такого первого куплета с припевом, я прямо понимаю, какая сейчас мощь будет в конце. Я просто уже готовлюсь, насколько сильный контраст сейчас Диана покажет. Танцоры сейчас начнут что-то тут такое акробатическое нам показывать, как я сказала в самом начале. Сейчас даже картинка, да, такая застывшая. Понятно, что про страсть, про эмоции, про силу, про борьбу, все в этой песне. Ну, путь, о чем, о чем эта песня? Я думаю, что о жизненном пути, да. Да. Прям, я прям ожидала вот этого резкого контраста. И, знаете, у меня ощущение, что у Дианы... Тянешь руки в небеса... Ну, кстати, тональность, вот я не знаю, тональность, возможно, изменена. Возможно, у Ольги Кормухиной вообще эта песня звучит в тональности повыше. Надо, кстати, будет сравнить, да. Давайте пообщаемся об этом в комментариях, если вы что-то знаете. Ну, я могу просто зайти послушать, в какой тональности Ольга поет и в какой Диана. Но ощущение, что для Дианы просто настолько легко петь вот эти верхние ноты, которые у Ольги Кормухиной звучат так, прямо с надрывом, с таким, да, с какой-то болью, что ли. Ну, то есть не в горле болью, а в душе. То у Дианы как-то так немножечко приглашенно, сглаженно и, тем не менее, эмоционально. Но ощущение, что ей прямо это очень легко. Вообще не напрягаясь, берет эти ноты. Ну-ка. Мощь, мощь, круто, ребята. Вообще не напрягается. Просто вот берет себе эти высокие ноты. Они не супервысокие, конечно, но для ее голоса, извините, для ее голоса высокий, для такой широты контрольтовой. Сумасшествие какое-то. Да. Ну, она как-то вот, я просто не вижу, что она даже как-то, ну ладно, в общем, я в замешательстве, ребят. Я просто удивляюсь. Но надо сравнить какие-то нальности. Остановимся. И вот смотрите, тоже стоит отметить актерское взаимодействие Дианы. Да, то есть она не только с нами, не только со зрителями, но она еще и с партнерами по сцене, которые символизируют, да, создают такую мизансцену, историю пантомимическую. Правильно же я говорю, да, пантомимика. Я так понимаю, что вот эта героиня в красном цвете и свете, она как тот самый герой, который проходит путь через тернии, испытания. А люди в черном, это те самые испытания, которые говорят, с одной стороны, ты потерпи, мы на благо работаем, чтобы ты стал лучше. Но тем не менее, все-таки это испытание, это сложно. Сложно? Это сложно. Очень крутой номер. Вот эти слова, наверное, в какой-то степени у каждого из нас глаза и очачат в голове. Просто в песне они оформлены именно таким вот образом. А у каждого из нас вот эта мысль, она просто, может быть, другими словами звучит, другими ощущениями. Но тем не менее, мы каждый об этом задумываемся, что почему так тяжело, почему вот так, почему вот мне кажется, что уже должно быть вот так, а нет, все иначе. И вот все время вот эти вот испытания, которые нам на пути встречаются, как бы отдаляют нас от того нашего идеального состояния, в котором нам бы хотелось находиться. Который, как бы, мы к нему все время стремимся, но он от нас убегает. А для чего? Ну, это философская мысль, да, это та философия, которую я так сильно люблю. Можете, кстати, мне написать, зацепила ли вас эта мысль и что вы об этом думаете. Кстати, вот почему-то удивительно, но когда я слушала раньше Ольгу Кормухину с этой песней, я вообще не задумывалась о смысле. А Диана, видимо, настолько сильно своим голосом заставляет нас пробудить вот этот вот внутренний, какой-то внутренний монолог внутри себя, да? Ну, внутренний монолог. И мы начинаем чувствовать произведение, чувствовать его смысл лучше. Вот удивительно. Почему-то в исполнении Ольги Кормухиной у меня не доходило таких ощущений для меня. Интересно. Ну, вот тот самый вокалист, который Диана практически в каждой песне вставляет. В оригинале, я так понимаю, этого вокализа нет. Я не помню, чтобы Ольга Кормухина его пела. Ну, в общем-то, Диана, как исполнительница, имеет право привносить что-то свое. И это вообще очень здорово. Это красиво у нее. Смотрите, как классно подобраны образы, да? Как вот она стоит на фоне вот этого белого какого-то креста, как будто бы что ли, как ток, знаете, такое вот. Вот свечение электрическое. Вот она на фоне нем в черном. И справа от нее наши фигуры красно-черные. Ну, это просто вообще со всех сторон классно смотрится. И не оторваться. Так, давайте прямо сейчас остановимся. И я думаю, что это уже последний был аккорд. Вот, почему-то сейчас мне именно пришла эта мысль, что Диана поет белтингом здесь. Знаете, вот с такими голосами достаточно бывает сложно. Вот как у Адель тоже есть нюансы, когда ее анализируешь, думаешь, чем же она в данном случае поет? Белтингом или миксом? Ну, вот здесь однозначно белтинг у Дианы. Вот однозначно. Да, то есть, такое прямо плотное грудное смыкание на высоких нотах. Ребят, ну что, ну что я могу еще сказать и по этому замечательному исполнению песни «Путь» Ольги Кормухиной в шоу «Маз Гоон» Дианы Н. Кудиновой? Я даже не думала, что оказывается, эту песню можно так легко спеть. Ну, то есть, не в том смысле, что она прозвучала как-то легко. Прозвучала она так, как нужно, с такой же эмоцией, с хорошей, ну, не совсем с такой эмоцией, но тем не менее, она прозвучала очень круто, очень. Но не было ощущения, что Диане это прям супер дико тяжело. Мне хочется найти Ольгу Кормухину, в какой тональности она поет. Ты, вот я запомнила Диана, да, нотка. Ты тянешь руки в небеса. Слышишь гонка. Да, ну, ребят, конечно, не надо сравнивать Ольгу Кормухину. Она поет совершенно в другой манере и совершенно в другой тональности. А сейчас я остановлю это видео, посмотрю, какая все-таки тональность. Мне стало просто самой дико интересно, как сильно понизили для Дианы тональность, чтобы ей было с ее голосом удобно это петь. Ну, давайте посмотрим сейчас. В общем, я проверила тональности. Ольга Кормухина поет в соль миноре. Самая высокая нота у нее там ре. Руки в небеса вот это. А у Дианы на тон ниже фа минор. Самая высокая нота до. И знаете, это совершенно оправданно. Это понижение на целый тон для голоса Дианы, ну, как сказать, можно сказать спасительно. Потому что, когда песня идет вот с таким вот наполнением, то тип голоса, знаете, сильно, ну, вообще всегда, да, тип голоса влияет на тональность, влияет на ощущения. Поэтому для Дианы, конечно, оригинальная тональность Ольги Кормухины, несмотря на то, что, казалось бы, всего лишь тончик, это же не кварта вниз, да, или... Очень большое имеет значение, как звучит голос на тон выше, как звучит на тон ниже. Поэтому, так как это эстрадное искусство, мы совершенно спокойно имеем право менять тональность и петь в той тональность, в которой нам удобно. Смотрите, как мощно и болтово звучит эта верхняя нота у Дианы на У на ноте до второй октавы. Вообще, гласная У, она достаточно сложная для высоких нот, потому что она глубокая, темная, и вывести ее на высокие ноты представляет большие трудности у вокалистов. И вот Диана с этим, конечно, совершенно спокойно и легко справляется. Конечно, возможно, вот это ощущение, что песня звучит более спокойно у Дианы, чем у Ольги Кормухиной, как раз таки связано с тем, что мы привыкли, лично я привыкла слушать ее в другой тональности, на тон выше, и где голос звучит более напряженно. Возможно, просто для голоса Дианы это напряжение не очень красиво было бы. Я это прекрасно понимаю. Так что все оправдано. Дианочка умница, как обычно, справилась на все 100%. Единственное только, ребята, вот в самом начале, да, я таких все-таки два маленьких косичка у Дианы обнаружила. Первое, это пропавшее гласное А, и второе, это немножечко где-то качнулся голос, да, и сфальшивил. Но это было в самом начале. Вы же любите, чтобы я докапывалась до самой истины, чтобы я не все время только хвалила Диану, но и отмечала какие-то нюансики, да, которые где-то получились, а где-то нет. Потому что, ну, что все время слушать и все время только хвалить. Если бы мы так делали, то какого-то толчка в развитии для Дианы бы не происходило. Но, тем не менее, знаете, сам, самоценность, она не пропадает, потому что голос, он перекрывает все. Вот эта вот данность, вот эта вот харизма в самом голосе, харизма в артисте под именем Диана Анкудинова, она перекрывает вот все вот эти вот неточности, которых тут было всего лишь, ну, я сказала, немного, да. И мы вообще прощаем всякие такие вот вещи. Хотя это же, это на самом деле такие тонкости. С одной стороны, сила и красота, она в тонкостях. С другой стороны, если есть вот такая вот природа и такой вот посыл, такая мощь, и, ну, оно просто вот, да, можно вообще там без дикции петь, можно сказать, да, но нам все равно классно слушать. Это я, конечно, сейчас плохо сказала, да, эти дикции не надо петь, но вот все равно. Зритель, он простит такие неточности, если была правильная энергия и было все вот сделано под тем красивым словом, что мы называем искусством. Так, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Это помогает развитию моего канала, и я вам за это очень благодарна. Спасибо огромное, что вы мне помогаете растить мой канал. И обязательно будьте подписаны на этот канал, проверьте, что включен колокольчик, он у вас серенький, потому что вы будете получать своевременно уведомления о выходе новых видео и не пропускать новинки. А также я вас приглашаю каждый понедельник и каждый четверг в 8 вечера по московскому времени приходить ко мне на премьеру видео нового и общаться в чате, обсуждать новинки, все, что мы можем увидеть от классных вокалистов. Сейчас в данный момент я сфокусировалась и смотрю выступление Дианы на шоу Мазгуон, поддерживаем артистку, а так я еще на своем канале смотрю и других замечательных вокалистов. Но я думаю, что вы все знаете, уже все посмотрели. Ну что ж, пишите свои комментарии. Ладно, все, ребята, с вами преподаватель вокала Харлиана. Как всегда, не прощаясь, ведь мы еще обязательно увидимся. Та-да-да-да!